И поехали. На самом деле мы используем и революционные базы данных, и МОНГОДБ. О том, как мы это используем, я расскажу в конце доклада. Сейчас я хотела бы рассказать вообще в целом про МОНГОДБ. Начну с АЗОВ. И хотелось бы работать в таком режиме, чтобы вы не копили вопросы под конец доклада. Кстати, кто-то не... Спасибо. Ну, хотелось бы, чтобы у нас было такое интерактивное обсуждение. В самом начале мы поговорим о базах, а дальше, когда уже будут более интересные схемы, хотелось бы это обсуждать с вами сразу же. В начале мы поговорим о философии, почему был создан МОНГОДБ, почему на Ускеель, о фичах МОНГОДБ, конечно же, о недостатках, и о маленьком-маленьком таком наборе тулзовин, который используется в МОНГОДБ. Ну, начнем. Конечно же, МОНГОДБ – это решение для Big Data. Ну, мы все с вами знаем, что Big Data – это разнообразие данных, это огромное количество данных, и, конечно же, это возможность быстрого анализа и получения этих данных. Ну, и МОНГОДБ был призван заполнить нишу недостающих решений для Big Data. Всем, наверное, известно, что у SQL терминологии не означает, что мы призваны что-то делать против SQL. Это большее дополнение к SQL, большее дополнение к тем подходам, которые в революционных базах данных не подходят для Big Data. Основная философия и концепция создания МОНГОДБ была связана с тем, что революционные базы данных, к сожалению, тяжело масштабировать, и когда данных очень много, их тяжело быстро получать, как бы получать в реальном режиме времени. И есть такой интересный график, да, по оси X-off мы видим фичи, да, и сравнительно со скейлингом и со скоростью получения этих данных революционные базы данных находятся где-то справа. Наряду с тем, что у революционных баз данных огромное количество фичей, к сожалению, это тяжело масштабируемая система, и, как я уже говорила, если данных слишком много, достаточно неповоротливо и достаточно много времени нужно для того, чтобы получить какой-то результат, анализируя большое количество данных. МОНГОДБ находится где-то немножечко выше и немножечко ближе. И наряду с тем, что у МОНГОДБ огромное количество фичей, это достаточно легко масштабируемая и высокопроизводительная база данных. И МОНГОДБ входит в так называемое пространство, ну, и скейли баз данных. Основные ключевые фичи МОНГОДБ – это автоматическая масштабируемость. Об этом мы поговорим более детально попозже. Это высокая отказоустойчивость, то есть МОНГОДБ очень тяжело вывести из строя. Возможно, конечно, но очень тяжело. И это высокая производительность в получении данных. Концепция создания и философии МОНГОДБ, конечно, была призвана улучшить масштабируемость. Классическим подходом масштабируемости раньше была так называемая вертикальная масштабируемость. Когда у нас был сервер, сервер был с каким-то определенным набором ресурсов. Как только этих ресурсов было недостаточно, что обычно мы делали? Покупали более мощный сервер или наращивали производительность этого сервера дополнительными планками памяти, дополнительными хранилищами. Ну, конечно же, этот подход имеет свои ограничения и финансовые, и технические. И когда разрабатывались новые скейли базы данных, в частности МОНГОДБ, пришли к тому, что нужно было разрабатывать системы менее дорогостоящие, которые могли бы масштабироваться горизонтально. Горизонтальная масштабируемость в кластерах, когда у нас есть маленькие ноды, маленькие сервера, недорогостоящие, которые объединяются в кластер. И единственная проблема создания таких систем – это коммуникация между этими нодами. Почему же революционные базы данных практически невозможно масштабировать горизонтально? Прежде всего, потому что есть концепция join-ов, есть концепция комплексных транзакций и статическая схема. Когда разрабатывалась МОНГОДБ, решили, что вот эти все вещи, которые не позволяют масштабироваться горизонтально, необходимо от них избавиться. Но избавление от этих концепций привело к тому, что нужно было искать новую, другую модель хранения данных. И пришли к тому, что новая модель хранения данных в МОНГОДБ будет документно-ориентированная модель. Данные в МОНГОДБ хранятся в JSON-формате. Многие, наверное, из вас сталкивались с этим форматом. И хотелось бы сказать, что это документик, который хранит в себе набор полей и их значений. Значения полей могут быть различного типа, как строки, так и интегер значения, date, time, а также поддокументы. Массивы значений и, в принципе, вся информация, которую вы могли бы в нормализованном виде хранить в вентиляционных базах данных, хранится в одном документе. Такая система хранения данных позволяет легко маппить JSON-документ на, например, модель вашего приложения. Потому что, в принципе, используя движок МОНГОДБ, вы закидываете модельку в опишечку, и вы полностью видите отражение вашей дата-модели, которая в вашей системе, в базе данных. Также отпадает необходимость в комплексных транзакциях и дорогих join-операциях. Ну, рассмотрим маленький пример. Вот документик в JSON-формате. Если бы эту информацию мы бы представляли в реаляционной модели, то мы бы, как минимум, видели три таблички. То есть это нормализированные данные. Но нормализация, к сожалению, это проблема для горизонтального масштабирования, поэтому МОНГОДБ использует документный ориентированный подход и не использует нормализацию. Хотя хотелось бы сказать, что в последнее время, после того, как у МОНГОДБ уже сформировалась какая-то история, все же некоторые данные иногда приходится нормализировать. Ну, это как бы отдельный доклад на тему, что нормализировать, что не нормализировать в МОНГОДБ. Просто хотелось бы так отдельно сказать о том, что, в принципе, вопрос нормализировать или нормализировать остается открытым. Основная терминология МОНГОДБ очень простая. Будем маппиться на существующую терминологию реаляционных баз данных. База данных остается базой данных. Таблицы в SQL – это коллекции в МОНГОДБ. Строки в таблицах – это документы, которые хранятся в коллекции. Документы хранятся в формате BASON. Почему BASON – это бинарное представление JSON. А колонки в таблице – это филды, которые представлены в документах, которые хранятся в базе данных. На самом деле, как я уже сказала, данные в МОНГОДБ хранятся не в JSON формате, а в его бинарном представлении, в BASON формате. BASON формат используется как формат хранения данных, а также как формат трансфера данных между клиентом и сервером. Внизу на слайде вы видите документы к текстовому представлению JSON формата и как эти данные на самом деле хранятся в МОНГОДБ. Как я уже сказала, BASON формат – это не только формат для хранения данных, а также формат для трансфера данных между клиентом и сервером. Предположим, у нас есть приложение и есть МОНГОДБ сервер. В МОНГОДБ у нас хранится набор документов в BASON формате, и когда клиент делает запрос, данные в неизменном виде в BASON формате передаются по сети клиенту. И уже на клиенте драйвер преобразует BASON документ в объектный тип, и приложение работает с объектным типом. То есть достаточно удобно, не тратится время на стерилизацию, дестерилизацию этих документов, и это в какой-то мере экономит немножко времени. МОНГОДБ очень богат на команды по запросу данных, и на самом деле операций по работе с данными достаточно много, и я могу сказать, что их количество не уступает количеству возможностей, которые представляют релационные базы данных. Ну, предположим, insert. Ну, я решила пару примерчиков вам показать. Это вам привычный SQL-фский запрос. Вот как это выглядит в МОНГОДБ. МОНГОДБ использует синтаксис JSON также и для запросов. В частности, тут мы пытаемся вставить в коллекцию users документик, который представлен в JSON-формате. Ну, достаточно простая операция. То есть то, что вы хотите вставить, то вы и видите в вашей базе данных. Выборка данных. Сори, можно сразу вопрос? Да, конечно. Если я хочу вставить, например, с какой-то CSV-файлов, сразу много данных, это можно сделать? Ну, это как бы единичная операция. Конечно же, есть возможность делать импорт и CSV-файлов. Да, это возможно, только это делается при помощи Shell и при помощи других команд, то есть при помощи других тузовин. Добрый, дякую. Еще вопрос можно? Да, конечно. Есть ли объект уже существует такой же самый? Есть какая-то валидация на то, чтобы мне записать второй объект такой же? Ну, такой же самый объект? То есть я уже раз записал этого Джона А, и еще раз его записываю. Тоже insert. Это будет два объекта, или это будет апдейт этого же объекта? Это будет два объекта. Для того, чтобы не записать один и тот же документ в коллекцию, вам либо нужно будет сделать проверку на то, существует такой объект или не существует, либо же, насколько я помню, вот тут я могу немножечко ошибаться, если у каждого документа есть field ID. Это как primary key, это как бы уникальный ID вашего документа. Если вы попытаетесь вставить документ с таким ID, который уже существует в базе данных, то вам Монго ТБ не даст этого сделать. Поэтому у вас два подхода, либо проверить, существует он или не существует, либо попытаться вставить документ с ID, с таким же ID, который уже существует в базе данных. Спасибо, я понял. Пожалуйста. Операция выборки, она очень вообще простая. На самом деле вы задаете критерии отбора тоже в JSON формате, вы делаете find и ищите документы по полю name, у которых значение, которое вы передали в вашей операции find. Операция апдейта несколько сложнее, то есть тут у нас уже два параметра. Первый параметр – это критерии отбора, а второй параметр – это то поле, которое вы хотите поменять. В частности, я пытаюсь найти все документы, у которых возраст у пользователя больше 25, и хочу поменять ему всем тем документам, у которых возраст больше 25, и поставить им статус D. Это апдейт и делит – тоже очень простая операция. Вы делаете remove и задаете критерии, по которым вы хотите удалить документы из коллекции. Это то, что касается крат-операций. Тут вопросов больше нет? Ага, если молчание, значит нет. По поводу фичей MongoDB. MongoDB обладает одной из классных особенностей, благодаря документно-ориентированному подходу – это динамическая схема. О чем это говорит? О том, что вам нет необходимости детально продумывать вашу базу данных на этапе создания проекта. Если в революционных базах данных вам необходимо продумать схемы, сделать детальный анализ тех данных, которые будут писаться, как минимум, потому что последующая миграция и изменение схемы – достаточно дорогостоящая операция, то MongoDB, обладая своей возможностью не делать детального анализа и обладая динамической схемой, сохраняет вам время на разработку, является гибкой, очень легко подходит под agile практики, потому что у нас, скажем, есть концепция спринтов. В одном спринте у вас одна задача, в конце спринта вы понимаете, что что-то идет не так, давайте поменяем формат хранения данных, и вы меняете этот формат, и вам нет необходимости мигрировать в существующую схему, и вы очень флексибл, вы очень гибкие в разработке. И это очень удобно, потому что big data – это разнообразие данных, и это разнообразие данных растет с каждым днем, и имея возможность динамически добавлять информацию, это очень круто. Мы с этим столкнулись и очень рады, что используем MongoDB. Динамическая схема, как я уже говорила, это возможность хранения разных документов в одной коллекции. Вот, предположим, у нас четыре документика, все эти документики с различной схемой хранятся в одной коллекции. Очень удобно, и можно хранить абсолютно различные данные в одной коллекции. МонгоDB обладает очень мощным механизмом агрегации. Агрегация – это тоже группа в SQL-системах, и МонгоDB использует три подхода для агрегации. Фреймворк, агрегационный пайплайн, MapReduce и операции, например, единичного назначения, например, почитать количество документов в коллекции, сгруппировать документы по какому-то критерию, то есть какие-то элементарные операции. Что же такое агрегационные пайплайны? Предположим, у нас есть коллекция документов, и эти документы проходят через определенные этапы. Этап мэтчинга – это когда вы фильтруете документы по какому-то критерию. То есть вам нужно какое-то ограниченное количество документов сагрегировать. Потом отфильтрованные документы проходят этап Project. Это выборка типа Select в релационных базах данных, когда вы выбираете те поля, по которым вы, в принципе, хотите провести анализ. Потом происходит, наконец-то, группировка. Если необходимо отсортировать сортировка. И лимит – выборка определенного количества документов сагрегированных, сгруппированных. И в конечном счете вы получаете результатирующие документики, тоже в JSON-формате. И весь этот процесс, через который проходят документы в коллекции, называется так называемый pipeline. Если попытаться сматчить вот эти этапы, через которые проходят документы в коллекции, на SQL-овские всем известные термины, то match – это where, group – это обычный group by. Если вы после групп используете опять match – это having, project – это select, ну и так далее. order by sort, limit, limit. И на самом деле это достаточно мощный механизм. И практически все вещи, все, что вам нужно проанализировать, сгруппировать, можно выполнить при помощи агрегационного фреймворка. Но бывают случаи, когда либо это очень сложно, либо это, к сожалению, не всегда возможно. Тогда можно использовать подход, который тоже поддерживает MongoDB – это MapReduce. MapReduce достаточно часто используется в no-scale базах данных. Это, в принципе, как и отдельно стоящие технологии подход для анализа, для распределенных вычислений. Ну и в какой-то мере, в какой-то степени MongoDB это тоже поддерживает. Если рассмотреть такой самый простой примерчик, предположим, у нас есть коллекция документов, которая содержит наборы фигур. И нам нужно подсчитать количество фигур, которые хранятся в базе данных. Ну, мы используем, например, решили использовать MapReduce. На этапе мэпа мы… Вы меня слышите? Алло? Да, да, хорошо. На этапе мэпинга мы… Я слышу просто гудок. Я прошу прощения. Тут, может, кто-то не может дозвониться. Народ, я буду мьютать тех, кто не говорит о каких-то посторонних шумах. Вы старайтесь сами за это следковать. Дякую. Продолжим. Спасибо. На этапе мэпинга мы формируем ключ значения. То есть в данном случае, так как нам нужно подсчитать количество, мы берем ключом эта фигура и ставим единичку, потому что она одна. На этапе редюсинга мы берем и подсчитываем количество фигур в каждом из документов и получаем final result. Map и редюс – это элементарные джаваскриптовые функции. Хотелось бы сказать, что MongoDB очень поддерживает JavaScript синтаксис. И Shell, который используется для управления MongoDB данными, тоже поддерживает этот JavaScript синтаксис. То есть вы можете писать свои функции в Shell, потом вызывать эти функции. И в принципе тот оператор find или delete или update – это тоже JavaScript функции. Так вот, MapReduce – это тоже две JavaScript функции, которые впоследствии в Shell можно вызвать вот таким вот образом. Используя команду MapReduce, вы передаете ссылочки на две функции и получаете результат. Это, в принципе, достаточно трудоемкий процесс MapReduce, потому что это как бы легкий примерчик, элементарный. Но мой совет – используйте больше агрегационный фреймворк, потому что бывали моменты, в зависимости от той версии, которую вы используете в MongoDB, с какой, не помню точно с какой версии, по-моему, с версии 2.6 MapReduce можно было использовать в кластере, когда у вас там масштабируется система. Нельзя было использовать MapReduce в кластере, когда у вас масштабируется система. А начиная, по-моему, с версии 2.6, ну, в 3.0 точно это поддерживается, MapReduce можно использовать в кластерной системе. Вот. Это все, что хотелось сказать про агрегацию. МонгоDB поддерживает репликацию. Репликация – это способ иметь отказоустойчивую систему, а также хранить бэкапы данных. В репликации МонгоDB имеет один Primary Node и несколько Secondary Node. Такой сетап называется ReplicaSet в терминологиях МонгоDB. Эти ноды в репликации общаются между собой для того, чтобы определить, для того, чтобы асинхронно реплицировать данные из Primary и Secondary, а также для того, чтобы определять, живые ли ноды в системе или нет. Но об этом мы поговорим позже. В двух словах о репликации и высокой отказоустойчивости. Клиент может писать данные только в одну Primary Node. В МонгоDB нет двух Primary, трех Primary. Всегда есть одна Primary, и всегда в этой Primary пишутся данные. По умолчанию данные также и читаются из Primary. Конечно же, вы можете настроить систему, которая будет писать в Primary ноду, а читать из Secondary. Но мы будем отталкиваться с того, что у нас система настроена по умолчанию, и данные пишутся в Primary и асинхронно реплицируются в Secondary ноды. По умолчанию клиент, единожды записав данные в Primary ноду, отдает управление обратно клиенту, и клиент может продолжать записывать дальше в Primary. Но также система может быть настроена таким образом, что мы будем ждать, пока данные зареплицируются в один из Secondary, либо будем ждать, пока данные реплицируются вообще во все Secondary. Но это, конечно же, даст нам негативный эффект перформанса вашей системы. Как же достигается отказоустойчивость системы, используя репликацию? Предположим, у нас есть репликация, есть в реплика-сете у нас три ноды, Primary и Secondary. Ну, это как бы такой пример, на котором легче объяснить всю мощь репликации в MongoDB. Есть клиент, который пишет в Primary. Ну, и, предположим, в Primary у нас пропал. Пропал connection, либо перегрузилась система, либо вообще нод вышел из строя. И, конечно же, клиент больше не может писать. В случае, когда Primary упал, MongoDB инициирует процесс голосования, кто из оставшихся Secondary нод станет следующим Primary, который будет принимать все записи от клиента. Предположим, Primary был выбран, клиент восстанавливает свой connection с вновь выбранной Primary нодой, и данные продолжают писаться. Ну, и, конечно же, вновь выбранный Primary реплицирует свои данные в оставшийся Secondary. Ну, достаточно удобно. Единственный момент, конечно, пока происходит процесс election, проходит небольшой период времени. MongoDB заявляет до минуты. Ну, мне кажется, если система достаточно распределённая, то может пройти и немножко больше времени. И тогда, конечно, тот период времени, пока происходит выбор нового Primary, в Primary, клиентское приложение должно иметь возможность либо создать ретраер, который будет в течение минуты или двух минут пытаться записать, либо, может быть, хранить какой-то лог данных, которые не были записаны, и впоследствии попытаться записать данные, когда Primary будет доступен. Предположим, тот Primary, который был недоступен, восстановился. Либо Connection восстановился, либо системный администратор оживил упавший нод. Что же происходит с этой нодой, которая ожила? Она в конфигурации реплика сети. Её время от времени, конечно же, MongoDB проверяет, живая она или не живая. И когда она ожила, происходит этап рекаверинга. Те данные, которые были записаны в период, когда нода была упавшая, и данные записывались в другую Primary, они постепенно восстанавливаются в ту ноду, которая была восстановлена. И старый Primary принимает статус Secondary и продолжает работу в реплика сети как Secondary Node. Вот таким вот образом репликация помогает не только в автоматической отказоустойчивости данных, но и в автоматическом восстановлении данных. Минимум ручного вмешательства, кроме того, чтобы восстановить упавший нод. В тех системах, где отказоустойчивость очень важна, репликация MongoDB может быть решающим фактором при выборе базы данных. Тут вопросы какие-то есть? А еще падает Primary? Если падает вот этот Primary? Да. Если этот Primary упадет, опять инициируется процесс голосования, и кто-то из этих Secondary примет на себя роль Primary, и операции записи будут восстановлены вновь в выбранной Primary. Вы не сталкивались с ситуацией, когда Primary упал до того, как успел синхронно передать все данные, то есть был какой-то остаток непереданных данных, был выбран новый Primary, были сделаны новые транзакции, и потом наступил конфликт. Как это решается? Я попрошу уточнить вопрос, если я правильно поняла, то есть была запись в Primary, не все данные успели записаться, да? Ну, поскольку синхронизация идет, ну, как неправильное слово, асинхронно передаются данные с Primary на Secondary, да? А, да. Primary мог умереть до того, как успел передать все данные. Теперь выбран новый Primary, у него новые апдейты, возможно, тех же документов, и что теперь делать, когда реплицирование у вас наступает? Да, такое, конечно, может быть, и такое случается, и данные, которые не успели быть зареплицированы, скажем, в Secondary ноды, они после восстановления Primary, после того, как он упал, новый Primary выбрался, и он восстановился, и стал Secondary, у него формируется документ тех данных, которые не были зареплицированы, потому что они между собой вечно синхронизируются, они проверяют, что вот в этих нотах, скажем, нет тех документов, которые когда-то были добавлены в Primary, который стал Secondary, и вы можете применить этот документ вручную, автоматически те документы, которые не успели быть зареплицированы до того, как нод упал, должны применяться вручную, то есть вы берете этот JSON документ и применяете их к Primary ноду. То есть, да, ну... А что если это были конфликтующие изменения на прежнем Primary и на этом Primary? Насколько вообще комфортно как бы вот этот мерджинг выполнять вручную? Есть какие-то туплы, условно говоря, для этого? Вы знаете, я в живой системе не пробовала восстанавливать данные, поэтому я могу сказать, что кроме стандартных подходов, которые есть в Монго ДБ, да, Монго Импорт, тех документов, которые не успели быть реплицированы, и как они будут конфликтовать в системе, я тут затрудняюсь сказать. Ну, окей, спасибо. А просто можете еще сказать, если на продакшене у вас был развернут Монго ДБ в многосерверном, так сказать, варианте, да, вот сколько там было серверов, и как часто были вообще падения Primary, если есть какая-то статистика живая по этому поводу? Хочу сказать, что мы система, мы компания, которая производим софт, и мы не проводим, мы не используем Монго ДБ в продакшене, мы его проводим для наших кастомеров. Наши кастомеры уже используем Монго ДБ, разворачивают их всегда в системах. И так как я больше инженер, чем суборд, поэтому я вам не скажу по количеству нодов в кластере, и по количеству репликации, по количеству нодов, которые используются в репликации, к сожалению, у меня нет этого опыта, у меня нет этой информации. Ну, вот поэтому, тут, к сожалению, я, да, не сильно. Спасибо. Пожалуйста. Кстати, по роллбеку, это то, что вы спрашивали, если данные не успели реплицироваться, можно отролбечить данные, то есть применить их к новому Праймерите, которые не успели реплицироваться до падения. Как происходит с клиентской стороны восстановление коннекшена после того, как Праймери упал? Когда клиент устанавливает коннекшен с Праймери нодой, он у себя кэширует конфиг репликации, и он, в принципе, знает о том, какие ноды в реплика-сете настроены. Он время от времени, конечно же, его ободейтит, потому что вы, в принципе, в режиме онлайн можете менять свою реплика-сет конфигурацию, добавлять в секондаре, удалять в секондаре, переконфигурировать систему, как вам удобно. И поэтому клиент время от времени опрашивает реплика-сета, не поменялась ли конфигурация, если поменялась она у себя, ее кэшируют. И в случае, если Праймери нод падает, клиент уже не в состоянии писать, но как он знает о том, в какую Праймери ноду ему продолжать писать. После того, как произошел election, предположим, вот этот нод стал Праймери, клиент делает опрос, исходя из своего конфига, и спрашивает, «Ты мастер?» Он говорит, «Нет, я не мастер». «Окей». Он говорит, «Я в тебя писать не буду». Опрашивает следующий нод. «Может быть, ты мастер?» Он говорит, «Да, я мастер». Он, «О, классно, теперь я буду писать в эту ноду». Вот таким вот образом происходит восстановление коннекшена с Праймери нодой, которая была выбрана после падения существующей Праймери. Я почему-то решила добавить этот слайд, потому что у многих возникал вопрос, и поэтому это более наглядный пример, как происходит восстановление коннекшена с Праймери нодой. Монго ДБ также добавила такое понятие, как арбитр. Предположим, у нас стартапчик, количество ресурсов ограничено, и у нас есть возможность поддерживать только Праймери и один секондарь. Но, к сожалению, в таком сетапе, когда у нас только один Праймери и один секондарь, репликация не будет работать. Почему не будет работать? Потому что в случае, если Праймери упадет, должно быть большее количество нод в системе, которая проголосует за существующие живые ноды, для того, чтобы она стала Праймери. Так как в системе из двух больше это не один, а два, к сожалению, секондарь не сможет сама за себя проголосовать и сказать, что я Праймери. Так как ресурсов мало, денег на еще один бэкап данных, еще на один сервер, который бы хранил бы эти данные, у нас нет, Монго ДБ придумала концепцию арбитров. Арбитр – это тоже нода, но она очень, может быть, поставлена на маломощный нод, то есть, в принципе, на домашний компьютер, можно так сказать. И этот арбитр, единственное его назначение – это отдать свой голос в случае падения Праймери, для того, чтобы оставшийся секондарь мог объявить себя Праймери. Как я уже говорила, репликация, для того, чтобы восстановление Праймери ноды произошло, за нее должны проголосовать большинство нодов в системе. И поэтому Монго ДБ рекомендует конфигурировать репликацию таким образом, чтобы у вас было нечетное количество нодов в системе. И, конечно же, если у вас недостаточных средств для того, чтобы обеспечить нечетное количество нод, вам необходимо добавлять арбитр для конфигурации, для того, чтобы он принимал решение в случае падения вашей Праймери ноды. Вот для чего нужен арбитр. Вопросы? Окей, продолжаем. Голосование. Наверное, у вас были вопросы, как происходит голосование. На каком, какой вообще принцип выбора из секондарь нод, кто из них станет Праймери. Предположим, у нас есть репликация, есть Праймери, два секондаря. И у каждого секондаря есть набор свойств. Есть приоритеты, есть votes, это количество голосов, которые он может отдавать во время голосования. И, конечно же, если Праймери нода падает, то эти параметры берутся во внимание. Реплика сета. Каждая нода в реплика сете пингуют друг друга. По-моему, там каждые две секунды происходит пинг. И секондарь спрашивает Праймери, ты жива? Он говорит, да, жива. Окей, продолжаем работать. Секондарь и секондарь спрашивают, ты жива? Да, жива. Окей, продолжаем работать. Если после определенного хардбита в течение 10 секунд не было респонса от Праймери, мы маркируем Праймери как недоступный. Ну и, конечно же, MongoDB инициирует процесс голосования и выбора нового Праймери. Первый параметр, по которому будет выбираться Праймери, это, конечно же, приоритет. По умолчанию приоритет у всех секондарь нод единички. То есть они все равнозначны. Но если у вас единый секондарь нод находится на какой-то мощной системе, на мощном сервере, и вы хотите, чтобы в случае падения вашего главного Праймери вот конкретно этот секондарь стал победителем, конечно же, вы его конфигурируете с большим приоритетом, и при выборе следующего Праймери он станет победителем и станет Праймери. В случае, если у вас оба секондарь имеют одинаковый приоритет, есть такое свойство Оптайм, и секондарь нод, у которого наивысшее число в поле Оптайм, и станет тем самым главным кандидатом на роль Праймери нод. Что такое Оптайм? Это фактически, грубо говоря, идентификатор или время, или последней реплицированной записи из Праймери нод. Так как этот секондарь нод имеет большее число, это значит, что этот секондарь нод имеет наиболее свежую информацию, которую он получил из Праймери. Не всю, но наиболее свежую. И это будет индикатор для того, чтобы этот секондарь принял роль Праймери. Что может инициировать процесс воутинга? Конечно же, это падение Праймери, это прежде всего. Конечно же, это тогда, когда вы конфигурируете новую реплика сету. То есть вы сконфигурировали, и в процессе того, как вы уже сконфигурировали, нажали кнопочку «Старт», у вас инициируется процесс воутинга. И когда вы принудительно хотите сделать степдаун Праймери, то есть сказать, мы хотим тебя отключить временно, например, для того, чтобы сделать бэкап какой-то информации, либо апгрейд инстанса, на котором он стоит, тогда тоже инициируется процесс воутинга и выбирается новый Праймери нод. Может быть, здесь есть вопросы? Окей, продолжаем дальше. По репликации я уже закончила. Если вдруг будут какие-то вопросы, можно будет задать их в конце. Еще одним классным свойством MongoDB, благодаря чему поддерживается вертикальная масштабируемость, это автошардинг. Если рассказать на пальцах, предположим, у нас есть одна большая база данных, и она может быть разбита на несколько нод. Эта информация разбита на несколько нод, которые объединяются в кластер. Эти данные могут быть доступны как одно единое целое, но физически они будут храниться на разных серверах. Давайте рассмотрим примерчик. Предположим, у нас есть кластер, в котором хранится два шарда, два сервера, на котором развернуты MongoDB-инстансы. И данные из нашей базы данных разбиты на эти два шарда по определенному ключу шарт-кей. Предположим, для простоты это будет ключ, ключ это буква алфавита. Предположим, у нас есть какое-то поле в документе, которое хранит буква алфавита. И на первом шарде у нас будут храниться документики от A до P, и на втором шарде у нас будут храниться документики от Q до Z. Для того, чтобы наша система работала, наше приложение обращается не напрямую к каждому шарду, а обращается к определенному роутеру, это Mongo S-процесс, который обращается к конфигурационным серверам, которые хранят метаинформацию о том, на каком шарде какие данные хранятся. И роутер направляет запрос от аппликейшена на определенный шард. В том случае, если запрос был выполнен по шард-кей, скажем, мы хотим получить те документы, у которых, скажем, поле, по которому разбиты шарды, хранит букву A, то данные перенаправятся на шард A. В том случае, если запросы у вас будут иметь выборку не по шард-кей, тогда данные равномерно распределяются и на шард-1, и на шард-2. Потом полученные данные, они смержатся в роутере и обратно попадут уже аппликейшену, грубо говоря, в джоин-формате. Что-то наподобие джоина происходит, но джоин на самом деле это просто склеили там, склеили данные, которые получили от шарда, склеили данные, которые получили из другого шарда и отправили их на клиент. Предположим, система исчерпала свой лимит, и двух шардов уже недостаточно. Что мы делаем? Мы берем и просто конфигурируем, добавляем систему шард-3. Система продолжает спокойно существовать, для клиента, для аппликейшена вообще не происходит никакого видимого эффекта. И добавление третьего шарда постепенно перераспределит данные из шарда 1, шарда 2. И, скажем, у нас следующее распределение после некоторого времени будет, в первом шарде у нас будут храниться данные от A до G, на втором шарде от H до S, ну и в третьем шарде уже все оставшиеся данные. Ну, конечно же, если вам нужно будет добавить четвертый шард, эти данные тоже в бэкграунд-режиме распределятся между всеми шардами. Ключевым моментом при шардинге в MongoDB это, конечно же, выбор шард-кей, то есть ключа, по которому данные будут разбиваться между шардами в кластере. Вопросы? Виктория, можно пару вопросов? Конечно. Наверное, не знаю, может я забегаю наперед, а как этот ауто-шардинг сочетается с концепцией primary failover с серверов? Вы имеете в виду с репликацией? Да, с репликацией. На самом деле каждый шард, он имеет свою репликацию. Шард 1 может быть сконфигурирован с тремя нодами, то есть у него своя реплика сет, у шарда 2 своя реплика сет, у шарда 3 своя реплика сет. То есть это независимые инстансы, которые независимо менеджатся, и репликация происходит на уровне каждого шарда. То есть наиболее чувствительные данные можно распределить на одних серверах, на одном множестве серверов, а остальные на другом. Вы имеете в виду, что вы хотите управлять, на каком из шардов будут храниться данные? Да, да. На самом деле это происходит автоматически в MongoDB, то есть вы задаете шардки, и MongoDB сам разбивает данные на чанки. Я просто тут как бы описала вам такой более высокоуровневый пример, как данные распределены в системе кластер. На самом деле они распределены чанками. Эти чанки, MongoDB сам определяет, как их распределять по шардам. Но есть возможность добавлять таги к шардам, и при записи данных уведомлять систему, к какому тегу вы хотите, то есть где чанк с вашими данными вы хотите, например, размещать. Например, если у нас есть два дата-центра, и там есть данные, которые более специфичны, скажем, для Америки, есть данные, которые специфичны больше для Европы, и при помощи конфигурации шардинга вы, в принципе, можете влиять на то, на какой из шардов эти данные попадут. В принципе, это возможно. Но если говорить об initial конфигурации без этого тегирования, то вы не управляете тем, как данные распределяются по шардкею среди шардов. А еще такой вопрос. Например, у нас какие-то бач-операции по чтению, или MapReduce, или агрегации, и они нормально работают в случае шардинга? То есть какой-то джойн выполняется на QueryRooter, или как это выглядит? Смотря что вы хотите сагрегировать. Если агрегация будет по шардкею, скажем, вы хотите выбрать все документы, у которых шардкея A, и сгруппировать данные, тогда у вас данные будут вычитываться только с шарда 1. Они на шарде 1 у вас сгруппируются, и клиент получит данные, используя только один шард. Если же ваш запрос будет содержать выборку не по шардкею, а, скажем, по какому-нибудь полю name, тогда у вас запрос распределится на все три шарда. Это называется scatter-getter запрос, когда он распределен на все шарды. И потом уже впоследствии роутер объединит сагрегированные данные с каждого шарда и отправит клиенту. То есть смотря что вы хотите сагрегировать. И выбор шардкея – это очень важная операция, потому что если вы выберете неправильный шардкей, вы впоследствии, конечно же, не получите бенефита от MapReduce или от агрегации. Если ваша агрегация будет содержать выборку по шардке, тогда, конечно, вы прочувствуете очень круто работу шарлинга. Еще забегая назад, наверное, в случае с фейловером праймери и реплика с серверами, то есть если в этом случае агрегации у нас мы придется параллелиться на репликах сервера или только на праймере исполняется? По умолчанию все чтение исполняется на праймере и чтение запись. Но вы можете сконфигурировать систему, чтобы данные читались и секондарь. В данном случае обработка всех данных, которые уже хранятся в системе, будут выполняться и секондарь. Тогда вы, конечно, будете агрегировать и вычитывать не самые свежие данные, но вы таким образом можете просто немножко облегчить роль праймери ноды и оставить ее только на запись, скажем так. То есть это полностью пойдет запрос на один из секондарь нод? Да, да, да. Вы должны просто в зависимости от критериев системы, если вам не страшно, что у вас данные будут с каким-то latency, с какой-то задержкой сагрегированной, тогда, конечно же, лучше читать и секондарь. Если же вам важно получать самые свежие данные, например, у вас какие-то датчики стоят, да, и MongoDB является системой хранения и получения информации из датчики, и вам нужно в системе реального времени получать информацию, тогда, конечно, праймери нода, она имеет большую нагрузку на чтение, на запись. А если у вас какой-то анализ, скажем, годового квартального отчета, и, в принципе, пару дней или пару секунд, пару минут latency вам не имеет свечения, то, конечно же, лучше сконфигурировать всю агрегацию, чтение и секондарь. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Там еще был вопросик? Я просто хотел спросить, роль Query Router выполняется одним сервером или несколькими, но вы уже ответили. А Query Router, вы про вот эту роль, да? Да, да, то есть она может быть и секондарь, и какой-то сервер. Нет, 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 я про Query Router, нет, 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 вы, наверное, неправильно поняли. Query Router – это роутер, который перенаправляет запросы и джойнит информацию из шардингов. Но физически, где он расположен, на каком сервере? Он может жить вместе с каким-то из шардов, он может жить как отдельный сервер-инстанс, он даже может хоститься на сервере, где ваш аппликейшн. В принципе, вы сами выбираете в зависимости от бюджета вашей компании, где его хостить. Он сам физически не несет никаких данных, он выполняет роль менеджера, скажем так. Туда направить запросы, оттуда получить, тому отдать, вычитать себе это данные, получить информацию о шардах, ну, в общем, он такой более менеджер. Но поскольку через него происходит все-таки объединение данных, насколько я понял, джойнинг данных через него идет, да? Ну, там, да, джойн – это грубое слово, скажем так, объединение данных. Юнион. Юнион, да. Ну, все-таки определенная нагружка на него падает. Можно иметь несколько кварио-роутеров в системе, чтобы они обслуживали группы аппликейшн, группы клиентов. Безусловно, и это даже рекомендация. И вот следующий слайд как раз о том, как лучше на продакшен-системах разворачивать шарда-кластеры и ноды этой системы. Спасибо. Скажем, для тестовой архитектуры достаточно иметь один конфиг-сервер. Как я уже говорила, конфиг-сервер – это нода, которая хранит мета-информацию о том, на каком шарде какие данные. Для продакшена нужно иметь три. И на самом деле это не реплика-сет, это просто минимально необходимая конфигурация для продакшен-энвайрмента. По поводу роутеров как раз только что был вопрос. Для тестирования достаточно иметь один. Конечно же, для продакшена чем больше, тем лучше. Вы можете одного клиента направить на один роутер, на другого клиента на второй роутер и так далее. Ну и, конечно же, кластеры. Для тестирования достаточно одного шарда с репликацией. А для продакшен-энвайрмента количество шардов равносильно нагрузке, равносильно необходимости. Ну и, конечно же, каждый шард – это отдельная репликация. Один и тот же сервер может обслуживать несколько реплика-сетов? Просто тут они как бы изображены так, что реплика-сеты имеют свой набор, условно говоря, серверов, и они не пересекаются, эти наборы. Мы можем разместить два реплика-сеты на одном и том же наборе? – Я, по-моему, не вставляла в эту презентацию один слайд. Если позволите, я сейчас быстренько найду. Просто у меня на самом деле доклад очень большой, и не всегда есть возможность все показать. Если позволите, сейчас я вот этот раз дизейблю и вот этот раз дизейблю. Потом вернемся к тому слайдику. Минимально необходимое количество серверов в случае трех шардов и на каждом шарде, когда у нас есть по репликации – это три сервера. В данном случае мы берем на каждый сервер, на каждую реальную машину, сетапим праймери с первого шарда, на второй сервер праймери из второго шарда, праймери из третьего шарда. Потом мы берем и добавляем сюда конфигурацию. То есть это отдельные MongoD-инстансы, это отдельные инстансы самого MongoDB. Сюда secondary первый из второго шарда, сюда secondary второй из третьего шарда. То есть мы берем, как бы так перетусовываем, скажем, эти MongoD-инстансы. И в случае, если вдруг вот этот праймери упал, у вас инициируется для первого шарда процесс элекшена, и кто-то из этих secondary станет праймери. Я имею в виду, даже не физически упал сам праймери, а сервер, в принципе, перестал отвечать. Шард 2 у вас продолжает работать, потому что у него праймери здесь находится. Шард 3 продолжает работать, потому что у него праймери на сервере 3 находятся. А для шарда 1 происходит процесс элекшена, и кто-то из этих secondary станет праймери. И таким образом у вас система является отказоустойчивой, но минимальное количество серверов в таком сетапе – это три. Я смогла ответить на вопрос? Да, вполне. Это как бы минимально необходимо. Есть пример, где разворачивать конфиги. Вот один конфиг, вот второй, вот третий и Монгасы – это те роутеры, про которые мы говорили. То есть на каждом из серверов отдельный Монгас. Если вы хотите иметь суперпроизводительную систему, то, конечно же, чем больше серверов, тем лучше. И желательно хостить отдельный Монгаде, отдельно праймери, отдельно секондари, первый секондари, второй для шарда одного и так далее, для второго шарда, для третьего шарда. И иметь один, на случай, если вдруг нужно будет быстро подменить один из серверов, который вот упал, да. Потом вы распределяете таким образом конфиг инстансы и Монгасы. Если вы заметили, я вот сюда, в эти инстансы, не добавляла ни конфиг, ни Монгасы. Объясню чуть позже, почему. Это шард один, и он является праймери шардом. Запомните просто, что такое праймери шард, и я вам объясню, почему нежелательно давать нагрузку на те сервера, на котором развернута реплика сета для первого шарда. Сейчас вернемся обратно, сейчас попытаюсь быстренько найти, где мы с вами закончили, вот здесь. Вот, как раз праймери шард. Вопросы по архитектуре? Я еще хотел уточнить, не знаю, может уже вспоминалось, может я пропустил, за что конкретно отвечает конфиг? Конфиг, давайте вернемся на этот слайд, конфиг, он хранит мета-информацию о том, какие данные в каком шарде хранятся. Когда роутер получает реквест от аппликейшн, что мне нужно получить какие-то данные или сегрегировать какие-то данные, роутер обращается к конфиг серверам, говорит, вот такой-то запрос по таким-то параметрам. Конфиг сервер анализирует запрос и говорит, окей, этот запрос идет к первому шарду, или нет, этот запрос идет ко второму шарду, или вообще этот запрос идет ко всем шардам, потому что у вас скеттергетер-запрос, вот, как бы конфиг сервера хранит мета-информацию о том, где какие данные хостятся. Спасибо. Пожалуйста. Так, я перескочу на другой слайдик. Праймери шард. Вот у нас пример кластера, где сконфигурено шесть шардов. На самом деле шардится не вся база данных, а шардится определенная коллекция. Коллекция, то бишь таблица. И есть, так как коллекции может быть много в базе данных, и некоторые коллекции хранят много данных, а некоторые могут хранить не очень много данных, то шардить нужно только те коллекции, которые действительно хранят Big Data. Те коллекции, которые хранят небольшое количество данных, они называются Unsharded коллекцией. И почему их не нужно шардить? Потому что в данном случае, если у вас мало данных, и у вас придет запрос не по шардке, и вам придется обрабатывать все шесть шардов, а потом объединять эти данные и отправлять клиенту. Если же данных мало, то есть смысл все-таки направлять запрос только на один шард. И такие коллекции, которые не подлежат шардингу, называются Unsharded и хранятся на так называемом Primary Shard. Primary Shard должен быть развернут, ну и, конечно же, его репликация, должен быть развернут на самом мощном сервере, так как на него будет наибольшая нагрузка, и он будет содержать наибольшее количество данных. Потому что, в принципе, если выбран правильный шардкей, данные более-менее равномерно будут распределены между всеми шардами. Но Primary Shard из-за того, что он хостит и Sharded, и Unsharded коллекции, будет содержать их больше. Поэтому желательно конфигурировать Primary Shard, как можно использовать конфигурацию... Ой, я уже заговариваться, начинаю. Использовать сервер на более мощный для Primary Shard. Да, шардкей. Я уже несколько раз говорила, шардкей, шардкей, шардкей. Это, на самом деле, очень важный момент, когда вы выбираете шардкей. На самом деле, я вам скажу, что выбор шардкей – это, наверное, чуть ли не последняя стадия в разработке проекта. Даже в тот момент, когда мы зарелизили первую версию сеткора, которую использовал MongoDB, мы еще не знали, какой шардкей мы будем использовать для тех коллекций, которые необходимо распределять в кластере. Потому что, когда система только начинает работать, например, какой-то период времени – неделя, два, месяц, даже год – вы можете использовать только один шард, точнее, один MongoDB-инстанс, который реплицирован. И впоследствии, когда вы достигнете того момента, что данных много и недостаточно одного сервера, вы принимаете решение, что давайте все-таки разворачивать шардкластер. И от того, какой вы шардкей выберете, и будет зависеть производительность ваша и вашей системы. Прежде всего, хотелось бы сказать, что необходимо избегать монотонно растущих шардкей. Если рассмотрим на примере, опять же, это тоже очень грубый пример, три шарда. В первом шарде у нас хранится от 1 до 100 информация. Ну, предположим, это ключ, да. Во втором от 101 до 200. И в третьем шарде у нас хранится остальная информация. Если шардкей у нас будет выбран монотонно растущим, тогда вся нагрузка по записи будет всегда на третий шард. То есть у нас не будет она распределена на все три шарда. Поэтому необходимо избегать монотонно растущих шардкей. Также необходимо избегать неизменяемых шардкей. Например, если вы выберете в качестве шардкей какое-то поле, у которого может быть всего реально три значения, скажем, один, два, три, да, и документов со значением два у вас будет несколько миллионов, а документов со значением один, три – несколько тысяч, то, естественно, один из шардов у вас будет содержать много миллионов, а остальные будут содержать всего пару тысяч документов. Для того, чтобы данные равномерно распределялись в системе, желательно использовать так называемые хэш-шардки. То есть вы выбираете поле, создаете индекс, хэшированный индекс по этому полю, и если поле более-менее уникальное, то данные равномерно распределяются по всем шардам. И, конечно, хотелось бы сказать, что единожды выбрав шардкей, вы впоследствии больше не сможете его поменять. Единственное, что будет возможно, это опять слить данные в одно хранилище и переконфигурировать полностью систему кластер-шардов. То есть, к сожалению, единожды выбрав шардкей, дальше вы не сможете его изменить. Поэтому выбор шардкей – это очень важное решение. Какие можно рассказать бест-практисы и типсы? Ну, как я уже говорила, шардить нужно только большие коллекции, потому что если вы будете шардить маленькие, вы можете только ухудшить перформанс. Выбор шардкей – достаточно важная операция, и вы должны быть очень осторожны при выборе шардкей. Вы должны провести детальный анализ, какие запросы чаще всего приходят в вашу систему, и на основании этого выбирать шардкей. Как я уже говорила, не использовать монотонно растущие шардкей, потому что это чревато большой нагрузкой на один из шардов, что не очень хорошо. И когда вы добавляете шард в ваш кластер, например, у нас было два шарда, вы добавили третий шард, вы не увидите сразу производительность, потому что должно пройти какое-то время, пока данные мигрируют, потому что данные мигрируют в реальном режиме. И мало того, что системе нужно обрабатывать реквесты в реальном режиме, еще и заниматься миграцией, поэтому данные достаточно медленно будут мигрироваться на третий шард и распределяться на третий шард. Поэтому никогда не нужно ждать последнего того момента, когда вот-вот, сейчас у меня осталось последние 20 мегабайт, и вот сейчас добавлю шард, и сразу станет жить легче. Нет, легче жить сразу не станет, и возможно, что вы вообще можете положить систему, если у вас осталось всего 20 мегабайт. Поэтому продумывайте рост кластера как можно более заблаговременно до того, как у вас закончатся существующие ресурсы. Есть, конечно, возможность напрямую обращаться к каждому шарду. В принципе, нет никакого запрета. Вы можете напрямую приконнектиться к первому шарду, ко второму, к третьему. Но лучше, конечно, это делать через роутеры. Роутеры – это он же Mongo S. И когда вы конфигурируете вашу систему шардов, желательно не оперировать IP-адресами, а лучше использовать хостнеймы. Потому что IP-шники могут меняться, и переконфигурирование шардов достаточно болезненная операция, не добавление шарда, а именно переконфигурирование. Поэтому используйте хостнеймы, которые всегда легко переконфигурировать на новые IP-адреса. Вот этот слайд мы пропустим, мы его смотрели. Вопросы по шардам у вас какие-то еще остались? Хотелось бы сказать, что MongoDB начиная с версии 3.0 поддерживает плагабл-сторидж-энжины. Это достаточно новое веяние, и вы выбираете сторидж-энжин. На данный момент они поддерживают всего 3 сторидж-энжина. Map-V1, Wired Tiger и InMemory. Остальные сторидж-энжины находятся на этапе разработки, тестирования, и комьюнити разные пишут различные энжины, но в ближайшее время они планируют еще добавить различные варианты этих энжинов. Слабое место в MongoDB до версии 3.0 было конкарнси. К сожалению, до 3.0, когда вы писали в базу данных, вся база данных блокировалась, и другие клиенты не могли одновременно вместе с вами записывать данные ни в другую базу данных, ни в другую коллекцию в этой базе данных. Но начиная с версии 3.0, когда они заимпровили свой нативный сторидж-энжин, Map-V1, добавили поддержку Wired Tiger. Wired Tiger вообще это они купили, я так понимаю, они купили систему эту. Это как бы отдельно стоящая система, которая теперь совместима с MongoDB. Так вот, в Map-V1 есть возможность одновременной записи в разные коллекции, но Wired Tiger поддерживает одновременную запись не только в разной коллекции, но и в одну и ту же коллекцию. То есть одновременные записи, конкарнс записи, используя Storage Engine Wired Tiger, возможны. И плюс Fire Tiger поддерживает компрессию данных и много-много-много других плюшек. Ну, это как бы тема тоже другого доклада. Как я уже говорила, это Storage Engine, который поддерживает MongoDB. Map-V1 – это дефолтовый Storage Engine. Если вы ничего не конфигурируете, по умолчанию вы будете работать с Map-V1. InMemory – это экспериментальный Storage Engine. Его не рекомендуют использовать для продакшена. Вот он пока на этапе эксперимента. И будет, не будет, он включен в следующие релизы, неизвестно. Но он есть в 3.0 как экспериментальный. Ну и, конечно же, WireTiger. Скажу так, Sitecore сейчас старается проводить тестирование на WireTiger Storage Engine. Пока каких-то конкретных цифр я вам сказать не могу. Но якобы производительность, заявленная MongoDB, увеличивается в 8-10 раз. Ну, посмотрим. Когда будут цифры, я обязательно, если будет возможность, с вами поделюсь этими цифрами. У MongoDB есть еще замечательная фича – это GridFS. GridFS – это возможность хранить мультимедийные данные в MongoDB. У MongoDB есть ограничение на документ, которое равно 16 мегабайт. И, предположим, если у вас есть какой-то RadioStream, скажем, 2 гигабайта, естественно, его никак не вклинишь ни в какую из документов, ни в какую из коллекции. И если все же вам необходимо использовать MongoDB в качестве хранилища ваших медиафайлов, вы можете воспользоваться технологией GridFS. GridFS использует системные коллекции FS-файл и FS-чанкс, которые берут ваш видеострим или мультимедийный другой какой-то файл, там, не знаю, большую картинку, аудиопоток какой-то, да, разбивают ее на чанки, это все происходит движком MongoDB, и сохраняют его как документы в системных коллекциях. Чем классно хранить мультимедиа, используя GridFS, тем, что ваши данные реплицируются, ваши данные можно шардить, и это удобно, это здорово, в общем, но мы это не используем, потому что нам это не нужно. Вот что касается GridFS. У MongoDB огромная и почти полная поддержка индексов. Я уже упоминала, что у MongoDB документов есть поле ID. Это, грубо говоря, Primary Key, это индекс, который существует постоянно с вашими документами. Это дефолтовый индекс на поле ID. Ну, и выборка, конечно же, очень быстрая по полю. Вы можете также создавать индексы на поддокументы. Предположим, у вас есть документ, и есть в нем поддокументик, который содержит last name, first name. Ну, и вы на вот это поле last name можете создавать индексы. Вы можете создавать компаунд индексы, используя, например, несколько полей age, да, и sex вы можете использовать эти два поля в качестве индекса. Вы можете создавать индекс на array. Если вы создадите индекс на array, тогда smart and kind ключ будет ввести на этот документ. Вы можете создавать TTL-индексы. Это удобный индекс для информации, такой как логирование, да, когда вы храните информацию, и вам этот индекс, он создается на date time тип поля. И вы можете сконфигурировать его таким образом, что те данные, которые устаревшие, например, там, вчерашние или там двухнедельной давности, автоматически будут чиститься. Ну, в принципе, если вам не нужна логинформация двухнедельной давности, это очень удобно, потому что вам не нужно задумываться о том, что, ой, сейчас вырастет коллекция, ой, надо же почистить старые данные. Вы просто берете, создаете TTL-индекс, и он все делает за вас. Вы можете создавать геоиндексы. Ну, это известные индексы на x, y координаты. Там, по-моему, есть даже сферические. Добавились еще и сферические геоиндексы. Это подтипы геоиндексов. И также можно создавать индексы на текстовые поля. Предположим, у вас есть какой-то текстовый филд. Вы парсите его, выкидываете StopWords, берете текст, откидываете окончание, берете индекс и добавляете его в индекс. И вот эти вот два ключа будут ввести на этот документ. Ну, я думаю, достаточно неплохой набор поддержки индексов. Disadvantages. Да, конечно, MongoDB является достаточно молодой технологией. Вообще, в принципе, NoSQL, база данных, они достаточно молодые. Очень много различных постов в интернете, что не используете MongoDB. Скажу так, для каждого решения, для каждой задачи есть свой подход, свое решение. Конечно же, если вы пишете банковскую систему, вам не следует использовать MongoDB, потому что вы не сможете, они не поддержат комплексные транзакции, вы не можете денормализовать данные, вы в какой-то степени можете потерять информацию, да, в банковских системах, к сожалению, это, ну, чревато, да, потерей денег. Вот, но если вы используете ваше MongoDB-хранилище, например, для CMS-системы, для хранения разнообразной информации, для хранения аналитической информации, то, конечно же, MongoDB – это тот инструмент, который стоит использовать. MongoDB не поддерживает консистенции между коллекциями, нет никаких форин-кеев, индексы кушают очень много памяти, и, конечно же, такой хинт, если вы хотите, чтобы MongoDB действительно себя проявила с наилучшей стороны, то каждый ваш сервер должен иметь как можно больше RAM, потому что, ну, он действительно очень жадный на оперативную память. Есть ограничения на размер коллекции, но, опять же, grid.fs может, в принципе, помочь с этим. Нет хранимых процедур, нет транзакций, нет триггеров. Ну, и, конечно, скудненький набор ToolZoven для работы с MongoDB. Ну, SQL Management Studio и сопутствующие Tool-ы, конечно, это что-то нечто по сравнению с тем, что используется для MongoDB. Маленький набор ToolZoven для работы с MongoDB. Административный shell – это просто CMD, просто запускаете MongoDB-процесс и работаете с MongoDB при помощи команд. Покажу сейчас, как выглядит MongoWare, покажу, как выглядит RoboMongo. И раньше MongoDB имел классную штуку – MongoDB Management System. Она была бесплатная, но недавно они поменяли название, назвали ее Cloud Manager и стала она теперь платная. Ну, вы можете зарегистрироваться, 30 дней у вас будет трайл периода для пользования и пробования Cloud Manager. Ну, к сожалению, как MongoDB стал более популярным, так и за все они теперь хотят денег. Вот как выглядит… Сори, а можно по Таню? Они – это кто? Ну, вот это ж типа open source, это компания Tengen, по-моему. Tengen, да. Ну, у них есть… Да, это вроде как бесплатно, но бесплатно, пока ты пользуешься ограниченным набором функциональности. Скажем, есть бесплатная версия MongoDB, и тоже там надо аккуратненько вычитать всю лицензию, потому что есть какие-то подводные камни с тем, если ваша система начинает уже приносить вам какой-то доход свыше чего-то, то, по идее, вам тоже нужно что-то платить. Но, ребята, с лицензиями я не связана, у нас есть отдельная команда, которая вычитывает все эти лицензии, поэтому, если вдруг вы захотите использовать для какого-то продакшна MongoDB, вот не поленитесь, изучите, пожалуйста, лицензию, которую они используют. И есть Enterprise MongoDB, она платная, цена нигде не указана. Это такая хитрая система, в зависимости от кастомера они выставляют цену. MongoDB Enterprise позволяет использовать какие-то advanced подходы к шифрованию данных, которые вы передаете по сети, использовать платные тулзовины, удобные для менеджинга ваших шардов. Ну, например, если у вас упал кластер, вам нужно как-то получить об этом информацию, вы спите, да? Вот вы можете настроить систему так, что вам придет смс, к вам позвонит телефон, вам придет имейл, в общем, я не знаю, зазвонить телефон. И за это тоже нужно платить. Вопрос. Можно сразу же и без вот этой вот системы мониторинга и уведомления о состоянии кластера Out-of-box Open Source версия имеет какие-либо тулы, чтобы все эти сложные конфигурации как-то отслеживать? Я уже упоминала, что раньше MongoDB проводил MongoDB Management Studio. Вот я в скобочках указала ММС. Ну, вы можете погуглить ради интереса, и она была бесплатная. И мы часто ее советовали кастомеров, разворачивайте, подключайте. Вы ставите агента на ваши MongoDB сервера, этот агент мониторит, то есть он время от времени опрашивает, жив-нежив, там какой у тебя статус, и отправлял в онлайн систему информацию о состоянии вашего кластера, о состоянии ваших реплик. К сожалению, вот совсем недавно они прикрыли эту лавочку, я же говорю, переименовали его в Cloud Manager, добавили пару фичей и сказали, теперь мы платные. Вот, может быть, какие-то тулзы неофициальные в комьюнити существуют, но, к сожалению, я о них пока ничего не знаю. Мне как бы не было необходимости раньше, у меня было ММС, мне хватало, не было необходимости в использовании других тулзовин, но наверняка что-то, что-то написано. Но пока настолько удобно как-то мониторить кластер, сейчас невозможно, да, скорее всего, как раньше это было бесплатно. Да, при помощи ММС это было возможно, без ММС, может, есть какие-то тулзовины, опять же, которые там партнерами какими-то были написаны, не знаю, насколько они платные, бесплатные, может быть, комьюнити что-то производит, но это надо гуглить, это надо смотреть. Как бы пока, да. Тут я вам не скажу, раньше ММС был, вот Cloud Manager тебе платная, хотите, покупайте, или 30 дней. Еще один вопрос по предыдущему слайду, там было указано, что индексы потребляют много памяти, они размещаются исключительно в памяти или на диске тоже? Ну, они вообще размещаются в памяти, но они используют еще файлы подкачки, ну, то есть, в принципе, частично, и там, и там. Но только... Функциональность сохранится, если памяти недостаточно все-таки, но будет работать хуже или она перестанет? Да, просто будет медленнее. Нет, просто ему придется больше тратить время на выгрузку данных, которые не используются, и подгрузку данных, которые используются в оперативную память, просто из-за этого. А если, ну, например, у вас много памяти, и вся информация, которую вы часто используете, находится в раме, что может быть быстрее? Вот, поэтому, чем больше рамы, тем лучше. Но функциональность не нарушится, просто это несколько скажется на перформансе. Как-то конфигурировать объемы рама, занимаемые индексом, ограничивать эти объемы, возможно? А на уровне системы, наверное, как-то это можно сделать. MongoDB, в принципе, он делится с другими процессами. То есть, если там какие-то еще параллельные процессы запущены, он поделится с ним оперативной памятью. Но он жадный, если что-то кто-то освободит, он сразу быстро это займет. И потом никогда не отдаст? Или все-таки можно его заставить, допустим, не выше 4 гиг больше никогда не занимать? Так можно ему сказать? Я не отвечу на этот вопрос. Мне, к сожалению, не отвечу. Это надо смотреть. Вроде, даже не буду ничего говорить, надо смотреть. Спасибо. Пожалуйста. Вот я себе записала рам, я посмотрю. Спасибо. Так, тузы. Монговое. Ну, видите, скудненький, юайчик. Очень мало что тут есть. Но он бесплатный. Но бесплатный пока вы используете только 3 табы. Ну, там каждый запрос использует отдельную табу. Если захотите использовать 10 таб, заплатите. Недорого. Нам Ситкор проводил лицензии. Они там вообще копеечки стоят. Но на самом деле Монговое, ну, не самая лучшая тузовина для менеджинга и для просмотра данных. Ну, на самом деле, так как мы не используем продакшн-системы, а занимаемся разработкой, поэтому нам больше необходимо туза, которая мониторит, какие данные попали в базу данных, в каком формате попали, что попало, что не попало. Поэтому, в принципе, нам было достаточно. Впоследствии мы нашли RoboMongo. Она вообще бесплатна. И, по-моему, она была зарележена пару лет назад с версии 0.8.4. И так, по-моему, эта версия 0.8.4 осталась. Ну, мне она, вы знаете, нравится даже больше. Тут есть интерактивный shell. В принципе, вы здесь пишете запросы, используя синтаксис MongoDB. Здесь вы сразу видите результаты по этому запросу. Ну, как-то она мне даже больше и визуально нравится. Вот мы чаще всего RoboMongo используем. Ну, в принципе, по большому счету, это все, что мы используем из MongoDB. Ну, shell-овские команды, такие как MongoImport, MongoExport, ImportCSV и так далее, это все, конечно, мы используем при помощи shell. Драйвера. Официально MongoDB поддерживает вот эти языки программирования. Слайдик где-то майской давности. Может быть, они еще какие-то поддержки добавили. К сожалению, у меня не было возможности проапдейтить его. Ну, это те, которые на месяц май официально поддерживаемые драйвера. Комьюнити, MongoDB, они, я знаю, поддерживают гораздо больше языков, но это официально поддерживаемые драйвера. Полезные ресурсы. Что мне нравится в MongoDB? В том, что огромное количество вебинаров, фришных онлайн-курсов. Вы подписываетесь на курс, сдаете экзамен, получаете сертификат. Это все бесплатно. Вы можете подписаться в зависимости от того, кто вы, разработчик или системный администратор. Вы подписываетесь на определенные курсы. Они очень грамотно построены. Очень, очень, очень все мне нравится. И у них огромная классная документация. В принципе, все, что нужно, они написали. Если что-то нужно нетривиальное, там уже приходится, конечно, гуглить. Но вот эти два ресурса я бы вам очень порекомендовала. Особенно вот это University MongoDB. Благодаря онлайн-курсам вам станет все гораздо понятнее. И действительно, они очень постарались для того, чтобы донести информацию в МНГДБ в массы. Вопросы? Есть какая-то информация о производительности системы? Ну, то есть, какого объема коллекции документов, с какими объемами вы работали, какой был шрок обработки, допустим, запросов на группировку и так далее? Нет, у меня такой информации нет, к сожалению. Мы проводили перформанс-тестирование, но мы проводили его еще на одном кластере. И, в принципе, мы проводили просто анализ. Мы раньше все хостили в революционных базах данных, а потом перешли на МНГДБ. Но перешли на МНГДБ еще старую версию, еще, по-моему, это было 2.4, когда была проблема с конкуренцией и не было поддержки в Айртайгера, новой модели МАП-В1. И мы обнаружили, что, в принципе, у нас на одном кластере производительность одинаковая. Но, учитывая, что МНГДБ призван хранить большое количество данных и обрабатывать большое количество данных, в принципе, это неплохая тенденция, потому что обработка запросов SQL растет пропорционально тому, как добавляется все больше и больше данных в базу. А в МНГДБ это больше такая линейная, ну, больше прямая. Вот. И с поддержкой ВАйтайгер, Storage Engine в МНГДБ 3.0, мы надеемся, что эти показатели улучшатся. Большие – это все-таки, ну, сколько, можно, какие-то там, кількість записей в коллекции, какие там были, або там объемы по памяти. Вы тестовали, например, на каких объемах? О, ребят, я вам, знаете, вот даже не хочу врать, потому что это у нас есть перформанс-тестеры. Ну, окей. А, вот вы дивитесь разные вебинары, вот системы, какие на продакшене, да, ну, там, какие там наибольшие цифры звучали, какие, ну, реально на продакшене запущены успешно. Я слышала цифру 200 терабайт, есть Национальная библиотека Великобритании, вот можете даже сейчас написать, National, у меня, может, даже где-то на слайде есть, вот она, да, National Archives, да, Национальный архив Великобритании, вот они заявляют там то ли 150, то ли 200 терабайт данных на большом кластере. Вот, почитайте, вот у них интересная информация о том, что, вот, это действительно большие данные, которые они хранят и обрабатывают при помощи MongoDB. MTV тоже используют MongoDB и Foursquare. Ну, вы понимаете, да, Foursquare, сколько там данных, подписчиков. Вот, но цифру я запомнила, да, 150 и 200 терабайт – это Национальный архив Великобритании. А ваш проект же тоже живет на продакшене, чи еще на этапе разработки? Я уже упоминала, что мы разрабатываем CMS-систему, у нас Experience-платформа, которая содержит UI-ную, как бы, тулзу для создания сайтов, для подключения аналитики, анализа этой аналитики, для персонализации контента и так далее. Поэтому, как бы, офис Днепропетровский и вообще Sitecore, в принципе, не хостит живые системы, да, то есть мы проводим решения для кастомеров, а кастомеры уже у себя разворачивают MongoDB, уже у себя разворачивают кластера и собирают аналитическую данную и обрабатывают ее. В этой вашей системе аналитика контента, она обрабатывается где-то в бэкграунде, как бы, как бач-процессионных по ночам, или это, скорее, ответ на буквальный квари-клиента вживую? У нас есть разные репорты. Есть часть проектов, которые напрямую вычитывают данные из MongoDB, ну и показывают, грубо говоря, данные в режиме реального времени, да, напрямую вычитывают. Чаще всего проекты, другие проекты и большинство проектов используют хранилище с агрегационными данными, то есть MongoDB – это как хранилище аналитической информации, которое обрабатывается определенными агрегационными процессорами, и агрегационные данные сохраняют в реляционных базах данных, и данные вычитываемые из реляционных баз данных. Почему именно вы переносите в реляционные уже, почему не оставляете в MongoDB, как в виде другого документа? У нас тоже был вопрос. У нас ребята, которые занимались архитектурным решением, как использовать MongoDB и внедрить big data, решили, что кэшировать, грубо говоря, данные в реляционных базах данных для быстрого доступа выгоднее, чем обрабатывать весь кластер данных в MongoDB. Вот так. К сожалению, да, для нас многие вопросы, которые были решены, многие архитектурные решения остаются загадкой. Они были приняты заказчиком без полного разъяснения? Мы являемся заказчиком, мы являемся системой, мы производим продукт, мы софтверная компания. Почему тогда эти решения остаются загадкой? Они были не презентованы как следует? Да, да, скорее они просто не были презентованы, и когда уже мы начали, нам сказали MongoDB, вот мы используем, окей. И когда мы уже начали в дальнейшем разбираться с тем, что мы же можем, в принципе, все же MongoDB, почему же мы все-таки больше используем его как хранилище, на самом деле. Больше мы используем как не LTP, а как Lab, да, систему, с которой мы потом собираем эти данные, и все равно их храним в реляционной базе данных. Ну, странности нашего продукта. Насколько хорошо работают апдейты, ну, насколько быстро? Часто ли в вашей контент-системе происходят апдейты вообще? На новую MongoDB-версию? Не-не-не, апдейт документа. А, вы знаете, мы не апдейтим документы практически. У нас несколько баз данных в MongoDB хостится, и, скажем, в сессии мы храним в MongoDB информацию о сессии, да, и вот эти данные, они апдейтятся. Но так как в сессиях, в коллекциях сессий у нас не бывает бигдейты, это происходит достаточно быстро. Сессия закончилась, данные записались, сессию удалили. Поэтому тут как бы апдейт происходит, но мы не следим за перформансом, потому что нам это не важно. А те базы данных, которые хостятся на MongoDB, и хранят уже аналитические данные, они у нас практически не апдейтятся никогда. Мы, единожды записав информацию, мы больше ее не апдейтим. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Смотри, может, я пропустил. Есть какие-то механизмы компрессии данных? Да, у Вайртайгера, в частности, у него есть механизмы компрессии данных. О, сейчас, секундочку. По-моему, у него три варианта компрессии. Вот, ну, по умолчанию она не включена, а вы можете включить, если вам это необходимо. В общем, я пыталась найти просто слайд с Вайртайгером. Извините, этот... Вот он, Вайртайгер. Да, вот заявлены здесь производительность записи и компрессия до 80%. Окей, дякую. Это, типа, когда есть интерпрайсы, там платные версии. Нет, нет, нет. Вайртайгер в дефолтовой версии, то есть бесплатно, тоже можно использовать в компрессии. Возможно, я вот, если честно, не припомню все... У них там есть какого варианта в компрессии есть. Возможно, там не все варианты можно использовать. Здесь я не до конца уверена. Я просто, честно, просто не помню. Вот, но, в принципе, бесплатную версию используя Вайртайгер и некоторые варианты компрессии можно использовать. Я не могу. Пожалуйста. Насколько эта компрессия может быстро происходить? Я имею в виду, если и RealData, их хай-перформанс лодин идет, допустим, вон ГДБ-базу, да? Насколько быстро сжимаются данные? Каких-то конкретных цифр я вам не скажу. Но, конечно же, если вы используете компрессию, то это немножко влияет на производительность. Но цифр конкретных я вам, к сожалению, сказать не могу. У меня их просто нет. И они, в принципе, и не проводят их. Они говорят, что вот... В общем, используете компрессию, ну, они, вы же понимаете, никогда себе хуже не сделают. Поэтому такой информации у меня, к сожалению, нет. Насколько хорошо в Монго-ДБ ложится в лямбда-архитектуру? Я не знакома с архитектурой лямбда. Есть ли еще какие-то документы базы данных, которые конкурируют с Монго-ДБ и в чем они, возможно, лучше или хуже? Не проводили ли вы такое сравнение? Нет, мы не проводили такое сравнение, к сожалению. Тут я знаю одно, что почему мы выбрали на тот момент Монго-ДБ. Во-первых, потому что это легко... Система с легкой документацией и быстрым обучением. И вот я попыталась зайти на другие, вообще, в принципе, на узкие базы данных. Попыталась там поразбираться. Мне не очень понравилось там, как Кассандра проводит свою информацию, как другие базы данных, в принципе, документирует. А Монго-ДБ очень легко, быстро внедрилась в нашу компанию. И как-то, вы знаете, проблем у нас практически никогда с ней не возникало. И, вы знаете, реклама. Я думаю, еще это было связано с рекламой. Я не принимала решения, использовать Монго-ДБ или нет. И какие критерии еще помимо этого были у ребят, которые выбирали Монго-ДБ, я вам не отвечу. Я просто даже не знаю. Сотрудников вы нашли быстро, да? Сознание Монго-ДБ или это... Мы сами обучили. Сами обучились. Ну, мы, во-первых, обучались сами, во-вторых, к нам. Мы ездили на тренинги по Монго-ДБ к специалистам. У нас была поддержка. Мы покупали пакет поддержки Монго-ДБ, то есть мы общались напрямую с разработчиками. И вообще нативно Монго-ДБ это больше Linux-UniX, для Linux-UniX систем. И так как мы платиновые партнеры Microsoft, у нас просто была жесткая необходимость привязываться к Windows. А Монго-ДБ... Да, кстати, вот еще ключевой момент. Не все NoSQL базы данных хорошо работают с Windows. И вот ключевой момент, вот это я, кстати, вспомнила, да. Еще было то, что он поддерживает Windows. Были проблемы с Windows, очень было много проблем, и под нас эти проблемы многие фиксили. Вот сейчас уже дружба Монго-ДБ и Windows стала лучше. Насколько она крепкая? Вы можете вручиться за нее? За Монго-ДБ? За дружбу. А, насколько она крепкая? Да, но мы пользуемся, мы продаем нашу экспириенс-платформу с Монго-ДБ, и кастомерам рекомендуем ее использовать. Ну, ребята, знаете, конечно же, есть свои моменты и с Монго-ДБ, и с релизационными базами данных. Ну, пока мы использовали 2.4 и 2.6, ну, на самом деле, было очень много нареканий. И еще, на самом деле, зависит от того, насколько у вас правильные или кривые руки разработчики, архитекторы. Потому что, ну, если вы неправильно спроектируете базу данных, неправильно подберете конфигурацию, то, в принципе, хоть вы будете использовать, я не знаю, самые лучшие технологии, это вас не спасет от каких-то проблем. Правда? Вот. И Монго-ДБ, да. Я не могу прямо вам сказать, что это, как у нас модно говорить, серебряная пуля. Она крепкая. В принципе, мы проверяли репликацию. Ну, да, все хорошо. Шарды мы… Систему шардов мы еще не тестировали. Вот именно так вот в скейлинге, да, в большом скейлинге. Я не знаю, будем ли, в принципе, потому что, ну, мы, наверное, если получим какой-то фидбэк от кастомеров, только тогда к этому, может, вернемся для тестирования. Ну, не знаю, она удобная. Она, в принципе, удовлетворяет нас пока что. Но мы, конечно же, рассматриваем еще другие варианты возможных решений для хранения нашей аналитической информации по причине того, что многие кастомеры просто боятся использовать Монго-ДБ, потому что это что-то новое, это нужно нанимать специалиста, обучать специалистов. И поэтому, конечно, если это не продакшн-система, если вы не пишете свой софт, не пишете свой сайт, который использует Монго-ДБ, а продаете софт, то это, конечно, накладывает некоторое сомнение, потому что вы продаете не только себя, еще и Монго-ДБ. На каком языке вы писали? Мы Дотнет. У нас Дотнет. То есть драйверы вы... Дотнетовские. Дотнетовские. Немного смущает обстоятельства того, что нельзя перейти с одного шартки на другой. Вы упомянули, что, чтобы это сделать, пришлось бы собрать все данные, и потом снова их разложить по-другому. Ну, это как вариант, как переконфигурировать. Конечно же, если данных очень много, куда вы их сложите? Да, вот это вопрос. Когда-то... Не знаю, куда вы их сложите. Допустим, можно сделать копию, остановиться на некоторое время, сделать копию репликейшн сета, но другую, задать ей другую конфигурацию шартки и перекопировать. Миграцию такую произвести, как вариант. Не совсем поняла. остановить систему? Ну, я имею в виду, остановить на какие-либо инсерты, апдейт. Ну, вы отключились, да. На обслуживание, да. Отключиться на обслуживание, сделать копию репликейшн сета и перенести данные с уже другой конфигурацией шартки. А, нет. Подождите. дело же не в том, где у вас хранятся данные, дело же в конфигурации. Вы же... А, я поняла. Это будет другая репликейшн сет с другой конфигурацией, да. Просто такое остановиться на перемигрировании, так скажем. И временно держать две копии, только с разными шарткиями. Вот. О, это сухубо такие административные штучки. Возможно, как-то можно. Вы ни разу не меняли шартки никаким способом. Опять же, потому что мы не продакшн, мы софтверная компания. Мы тестируем все вот как есть. Я же говорю, мы зарелизили даже нашу систему без провайдинга шарткея, который нужно использовать у кастомеров на их кластер-энвайрменте. И такой момент. Я когда-то на одной из конференций общалась с реальным MongoDB-администратором, который менеджит большие кластеры данных MongoDB. И он сказал, что в принципе есть там какие-то хаки, хаки-хаки, погуглить, помедитировать, и можно как-то каким-то образом в обход всех рекомендаций, в обход всего и поменять шартки. Но опять же, как она себя поведет, система, я не знаю, вы же понимаете, можно сделать все, и сломать можно все. Но он сказал, что есть вроде, и он как-то попытался даже это сделать, но работает кривенько, но работает. поэтому в принципе, то, что вы сказали, может быть, это тоже как-то в принципе можно, но ломает, не сломает, это ваши данные, хаффин его знает. Вы еще упомянули три способа агрегации, какой из них вы использовали, и как он себя показал? Мы фреймворк использовали, мы MapReduce не использовали, ну, как минимум, потому что, когда мы начали использовать MapReduce, когда мы начали использовать MangaDB, MapReduce не поддерживал обработку данных в Sharded Cluster. А фреймворк уже поддерживает, да? А фреймворк в тот момент поддерживал, но впоследствии MapReduce проапгрейдили, и теперь якобы он тоже поддерживает работу в Sharded Cluster. И плюс у нас не было необходимости писать какие-то супер-мега тяжелые агрегационные запросы, и фреймворк она была предостаточна, а завязываться на JavaScript и каким-то образом пытаться это из драйвера вызвать, ну, мы не хотели. Мы даже не разбирались, как это возможно сделать, используя драйверы дотнетовские. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Тишина, знак згоди, добре. Добавил субтитры